Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия» События среды в репортажах наших корреспондентов Муфти Карачао-Черкесия Исмаил Хаджи Берди вновь возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа Накануне на съезде, который проходил в столице Северной Осетии в Владикавказе Его кандидатуру единогласно поддержали муфти регионов Северного Кавказа Исмаил Хаджи Берди является председателем главной религиозной организации Юга России с 2003 года Координационный центр был создан в 1998 году и объединяет мусульман Северокавказского А также трех регионов Южного федерального округа – Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края Председателем координационного центра Исмаил Хаджи Берди будет работать в ближайшие пять лет Также на мероприятии представители духовенства обсудили различные вопросы, в том числе работы по борьбе с экстремизмом Строительство мечетей по укреплению межконфессиональных связей Акцент во все времена у нас делается на то, чтобы мы все жили по тем уставам, которым нам не способен от Всевышнего Аллаха Это что такое? Это Коран и то, что нам оставил пророк Дашмихам Адалейх, Салат Васалам, это хадисы Вот мы живем по этим правилам Кто бы там ни был, что он может придумать какие-то новые правила, такого нет Мы все живем вот по тем правилам А мы смотрим, чтобы никто от этих правил никуда не ушел Вот основная наша задача Глава Республики Рашид Тимрезов поздравил муфтия Карачао-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиева с переизбранием на должность председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа На протяжении десятилетий Исмаил Хаджи Бердиев посвящает всю свою деятельность сохранению мира и согласия на Кавказе, воспитанию нашей молодежи Особые слова благодарности за тот колоссальный вклад в будущее Карачао-Черкесии и всей России в целом, говорится в поздравлении главы Лечебно-диагностический поезд здоровья отправился по районам Карачао-Черкесии В прошлом году Рашид Тимрезов поддержал инициативу партии «Единая Россия» по реализации специального проекта поезда здоровья По поручению главы Министерства здравоохранения организовала работу поезда здоровья, который начал свою работу на территории Карачао-Черкесии В его состав входят мобильные комплексы в комплектации ФАП, лабораторная диагностика, офтальмология, флюорография, маммография Полученный в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, благодаря чему населению республики будет оказан широкий спектр медицинских услуг Страны Запада и НАТО, нагнетая украинский кризис, оставили незавидный выбор руководства России Без решительных мер наша страна могла бы оказаться в западне, который пытались устроить для нее не особо дальновидные политики из известных стран Когда здравый смысл не хотят услышать, а поверенных демонстративно игнорируют Это говорит о том, что разногласия уже не получится урегулировать дипломатическим путем Отметил председатель Зеленчукского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Назби Уросов Я, наверное, как и миллионы наших россиян, нахожусь в числе тех, которые надеялись, что все-таки, все-таки Как-то будет решено это в рамках переговорами, дипломатическими усилиями Что-то будет решено Ну, а когда уже главнокомандующим принято такое решение, наверное, были исчерпаны те возможности Все мы видели, все наши предложения и просьбы даже Просто или умалчивались, или делали вид, что их не замечали И, наверное, логически вытекает оттуда, что исчерпаны были все мирные способы Запад же это и затеял Главная задача была столкнуть два братских народа И этот сценарий, который, я не знаю, где он там зарождался За океаном или рядом с нами, но он сработал Получается, сегодня два брата стоят друг против друга Мы должны поддерживать тех солдат, которые волей судьбы оказались там Офицеры и нашего президента Потому что это решение, я не думаю, что удалось легко и ему Потому что он понимает, что за этим всем стоит Ну, целый полбок проблем И главное, человеческие жизни Дорога в дачном поселке близ станицы Зеренчукская требует ремонта Жители улицы Дачная долгое время не могут нормально передвигаться По единственной дороге, ведущей к районному центру Проблемой разбирался Корча Беджеев Свежий воздух, плодородные деревья, тихое и спокойное местечко Вдали от городской суеты Плюсов много, но есть и минусы Это дороги Возникают неудобства для жильцов поселка Сложно добраться в магазин за продуктами Медучреждения, а также невозможно проехать скорой и такси Больше 20 лет я тут живу Дороги никто не делает Тут уже хоть на танки езди Зарплата не позволяет ремонтировать за свой счет Если дрова 18 тысяч стоит Куда нам жить, что нам делать Более 20 человек подписей было у меня Ну, пообещали, что в этом году начнут делать А когда начнут делать, не знаю На дороге образовались глубокие ямы Грунтовое покрытие полностью износилось В некоторых местах вовсе нет проезда Жильцам приходится ездить на машинах через поля Даже их вездеходы порой не справляются с поставленной задачей Проехать по бездорожью Местные жители пытались отремонтировать так называемую горе-дорогу Попросил начальника Он мне дал пять КАМАЗов Завезли Выровняли хорошо Сделали дорогу нормальную Красивая была дорога, хорошая А тогда пошли лесовозы Начали лес водить Объезжали милицию Или в АИ Начали лес возить Разбили нам дорогу и все И теперь не знаем, что За комментариями вести обратились в районную администрацию Улицу Дачную могу пояснить следующее Что, да, действительно, эта проблема у нас существует Там мы ездили комиссионно Внесли в план график работ на второй квартал 2022 года Ну, учитывая погодное явление Это, во-первых Во-вторых, конечно, финансовое состояние, так сказать, бюджета Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы этот вопрос решить У нас, как говорится, каждый год поступают заявления подобного рода Мы по возможности, так сказать, решаем эти вопросы Работаем в этом направлении и дальше будем работать Но, еще раз, как я уже успел сказать Будем отталкиваться, прежде всего, от погодных условий Ну, и, соответственно, от бюджетных средств Предусмотренных именно на ремонт дорожных Так сказать, на развитие дорожной инфраструктуры Ну, соответственно Ну, я думаю, там небольшой участок Я думаю, как только погода наводится И мы, думаю, решим эту данную проблему Люди, проживающие в дачном поселке, говорят, что с приходом весны Дороги снова превратятся в болото И все вернется на круги своя Карчабиджиев, Али Бастанов Вести Карачаева-Черкесия Станица Зеленчукская Зима не отступает Циклон проник в самые теплолюбивые уголки южных регионов Середина марта пока не радует весенним теплом Сегодня Карачаева-Черкесия завалила снегом Дорожные службы активно приступили к работе В Черкесске вся спецтехника с самого утра Расчищала проезжую часть и тротуары Работники коммунальных служб Обращаются к жителям и гостям республиканской столицы Отказаться от поездок на личном транспорте Из-за снегопада А также воздержаться от поездок на летней резине Из-за гололедицы МЧС также предупреждает В горах Карачаева-Черкесии Выше 1500 метров лавина опасна Более полную картину погоды Узнаем от наших синоптиков В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег Ночью и утром туман Гололед Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду Температура ночи минус 8-13 В горах до 19 градусов мороза Днем минус 1-6 Местами в горах минус 11 На дорогах гололедица Черкесский небольшой снег Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду Температура ночи минус 8-10 А днем 1-3 ниже нуля И на дорогах гололедица Это Большие Вести В прямом эфире мы продолжаем Информация из Оперштаба Сегодня в Карачаево-Черкесии Выявлено 47 новых случаев Заражения коронавирусной инфекцией С начала пандемии Общее количество заболевших Составило 44 766 человек Из них 39 191 выздоровел 83 человека госпитализированы Они решают важный вопрос Касаемо развития сельской местности В Черкесске на базе центра Мой бизнес прошел круглый стол На тему роль сельских женщин В развитии сельских территорий Где приняли участие представительницы Прекрасного пола Возглавляющие различные фермерские хозяйства И ведущие собственное дело в селе На мероприятие побывал И наш корреспондент Алихан Лепшоков Женщина на селе Она и труженица, и хозяйка Она очень часто и многодетная мать И зачастую многие из них Возглавляют сельхозпредприятия Являются руководителями Различных общественных организаций Депутатами Перед началом работы Круглого стола женщин Которые проработали много лет на селе Отметили почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Отрадно видеть, что сегодня Наш труд отмечен И подобные встречи позволяют нам Делиться трудовым опытом Отмечают виновницы торжества В сельском хозяйстве Всю жизнь, считайте, провела Потому что я и родилась в селе И работаю в селе Очень приятно Очень радостно, что Я заслужила такую награду Опять-таки спасибо Марине Рамазановне Что она оценила мой вклад Что вы хотели другим женщинам пожелать Которые заняты в сельском хозяйстве Я желаю Прежде всего здоровья Семейного благополучия Мирного неба над головой Чтобы их заслуги были оценены Также почетной грамотой Была отмечена руководитель Крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Головко Уже много лет она занимается Растениеводством Выращивает овощи И различные виды зелени Она начинала свое дело Будучи еще молодым специалистом Экономической сферы Благодаря упорному труду И телеструмленности Евгении удалось наладить работу Своего фермерского хозяйства Я по образованию бухгалтера И работая в бухгалтерии Я совмещала жизнь на селе И работа в городе Но по мере возможности Получилось так, что Я больше акцента отдала Именно сельскому хозяйству Потому что это дело Полюбилось мне по-настоящему Пришлось мне по душе И я считаю, что Роль сельского хозяйства В целом Очень важна В ходе работы круглого стола Заместитель министра сельского хозяйства Корячева Черкесии Юлия Самсонова Рассказала про государственную поддержку В агропромышленном комплексе И о том, какие субсидии Гранты могут получить люди Живущие в сельской местности Для развития своего дела На сегодняшний день Государство дает Широкие возможности В том числе В сельскохозяйственной отрасли А так как у нас регион Агропромышленный 60% населения Находится Сельского Для нашего субъекта Это, конечно же, очень близко Это актуально На сегодняшний день Вопрос встал О комплексном развитии Сельских территорий И есть непосредственная Государственная программа Именно комплексного развития Сельских территорий Которая Охватывает Широкий спектр В свою очередь Директор Карачева Черкесского Центра развития бизнеса Россельхозбанка Елена Шрам Рассказала про особенности Сельской ипотеки Про качественное жилье В сельской местности Россельхозбанк Это, конечно же, он создан для того Чтобы поддерживать уровень жизни Сельского населения Давать возможность развиваться Сельхозтоваропроизводителям Наше опорное министерство Это Министерство сельского хозяйства Российской Федерации И мы, конечно же, совместно работаем И программы Несмотря на то, что сейчас происходит в стране Программы не закрыты Программы работают Программа развития сельских территорий Она также продолжает существовать Участники Круглого стола Задавали свои вопросы И получали необходимые ответы По развитию своего дела Также они поделились Своим опытом работы В сельской местности Али Ханепшоков Али Бастана Вести Карачаево, Черкесия Завтра во дворце спорта Юбилейный Черкесск Откроется первенство России По борьбе на поясах Среди юношей и девушек Начало соревнования в 10 часов Такой была среда В Карачаево, Черкесии Но прямо сейчас Вечер с Владимиром Соловьевым Ждите вестей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok